Пандемия коронавируса накрыла и досуговое учреждение. В Театре драмы и комедии имени Дунина Мартинкевича впервые в истории индустрии Всемирный день театра отмечают без зрителей. В узком кругу, без камер и при пустом зале. Капустник, который ждали весь год, превратился во встречу для своих. Правила диктует пандемия коронавируса. Все спектакли и концерты отменили. Прелит – это самый такой эффективный месяц, когда еще удачный сезон не вытеснил театральный. И мы, конечно, возлагали большие надежды и очень большое количество мероприятий у нас было запланировано на апрель. Впервые очередь в кассе собралась, чтобы сдать билеты, а не купить. У театральной труппы вынужденные каникулы. Однако зритель уже сейчас замер в ожидании ярких премьер. Мы запускаем буквально со следующей недели новую премьеру номер 13. Мы готовим, уже практически готов, вечер поэзии Ахматовой. Буквально не так давно прошла премьера, посвященная Бродскому. И я считаю, что достаточно успешно. Это интересная форма работы, которая пользуется сегодня спросом у зрителей. Опять будут зрители, опять будут полные залы. И все это вернется, и надеюсь, в скором времени. Потому что нельзя, чтобы театр простаивал. Нельзя. Мы репетируем, мы работаем, мы делаем новые премьеры. Актеры театра надеются, как можно скорее приступить к работе. В интернете в адрес труппы шквал поздравлений с профессиональным праздником. Администрация группы даже провела конкурс в соцсети. През зрительских симпатий достался Юлию Евтушенко. Я поздравляю всех работников театра драмы и комедии имени Донина Марцинкевича. Я поздравляю всех поклонников театрального искусства. Всемирным днем театра. Мы ждем встречи с вами. Мы надеемся, что она произойдет очень скоро. Что все это время мы эффективно проведем за подготовкой к новой премьере. Мы вас любим и ждем. Мария Бушкевич, Максим Галеонко, Побруск, 360.